Анжела Перл. Таро. Практики прогнозирования. Как начать обучение? Купите карты Таро. Можно купить любую колоду, но в этой аудиокниге мы будем учиться по колоде Уэйта. Эта колода появилась в начале XX века, в 1909 году. Она считается классической и очень популярна во всём мире. На её основе родились десятки версий колод Таро. Я буду упоминать о некоторых из них в этой аудиокниге, чтобы вы поняли мой личный подход к гаданию. Дам несколько простых советов для скорейшего запоминания значений карт. Когда вы будете слушать эту аудиокнигу, я вам очень рекомендую прямо на карте с тыльной стороны выписывать ключевые слова, которые к ней относятся. Так вы быстрее запомните значения всех карт. Каждый день утром, доставая карту дня, вы сможете начать обучение с того, что посмотрите, тёмная или светлая карта вам выпала. Улыбается на ней персонаж или плачет, что на ней изображено. А вечером сравните основной посыл карты с событиями прошедшего дня. Мы легче запоминаем карту, когда она уже с чем-то личным ассоциируется. Вот по этой карте у меня телефон сломался, а по этой машину стукнули, а по этой карте я познакомилась с моим будущим мужем, а вот по этой карте, где голова перевязанная, у меня тоже болела голова. Но рекомендую, введите дневник, кратко записывайте информацию, которую вам поведала карта, и то, что случилось в этот день, анализируя, что карта дня могла означать. Может, это был очень спокойный день, в который ничего особенного не происходило, а в иной день всё было очень интересно, и карта предупредила вас об этом. Вернёмся к нашей колоде. Колода Уэйта названа по фамилии Артура Уэйта, философа, масона, автора дизайна карт, увлекающегося символизмом. О символике карт Таро есть много информации в интернете и в других книгах, и я не буду здесь много времени уделять этой теме. Я работаю как практик, и символы лично мне не очень помогают в раскладах. Когда у вас есть какой-то конкретный вопрос к картам, например, закрывать мне бизнес или нет, то белая лилия, нарисованная где-то на карте, мало вам поможет в поиске ответа. В этой аудиокниге я буду больше внимания уделять тому, как будут проигрываться карты Таро в разных ситуациях, что они будут означать, а под конец мы разберём расклады в сочетаниях и комбинациях. Итак, колода Таро — это 78 карт, где 22 старших и 56 младших арканов. Талантливая художница, подарившая миру изображение карт этой колоды, Памела Колман-Смит. Колода была создана специально для гаданий, что сделало её очень и очень популярной. Некоторые считают, что колода Уэйта является самой старой колодой, но на самом деле это не так. Было много колод и до неё. Уже в XV веке в Европе, в Италии были свои Таро. В хрониках Флоренции есть упоминание о Таро под названием Трионфи. А в 1450 году в Милане стала популярна колода Висконти-Сфорца. В Александрийской библиотеке, когда она сгорела, было найдено 78 глиняных табличек со знаками карт Таро. Трудно даже представить степень их древности. Существует легенда, что в Древнем Египте был храм с 22 комнатами, стены которых были украшены рисунками из Древнеегипетской книги мёртвых, от которых впоследствии произошли старшие арканы Таро. В Египет карты Таро, скорее всего, пришли из Вавилона, потому что Таро тесно пересекаются с астрологией, со знаками Зодиака, так что след Таро тянется к нам из глубокой древности. Как я уже говорила, старшие арканы — это 22 карты. Каждая из этих карт имеет свой номер, оригинальный рисунок, и только ей присущее название — Дурак, Маг, Жрица, Императрица, Император, Жрец, Влюблённые, Колесница, Сила, Отшельник, Колесо Фортуны, Справедливость, Повешенный, Смерть, Умеренность, Дьявол, Башня, Звезда, Луна, Солнце, Суд, Мир. Порядок следования карт и наименование в различных вариантах колоды Таро могут несколько отличаться. Младшие арканы — 4 масти, всего 56 карт, по 14 карт каждой масти. Состоят из 4 серий — Жезлов, Мечей, Чаш и Пентаклей. Каждая масть содержит туза, двойку, тройку и так до десятки, за которой идут придворные или фигурные карты Паш, Рыцарь, Королева, Король. Вы можете работать сразу со всей колодой, а можете использовать только 22 старших аркана. Старшие арканы — это наиболее важные карты. Когда вам выпадают старшие арканы, это означает какое-то важное событие или что-то, что точно произойдет и сильно повлияет на жизнь человека, которым угадают. Если в раскладе больше выпадает старших арканов, то что-то в жизни будет происходить по-настоящему серьезное. Младшие арканы считаются энергетически слабее, они лишь дополняют ситуацию. В этой аудиокниге вы узнаете про все 78 карт, их значения и точно сможете по ним гадать. За мечами, чашами, жезлами и пентаклями стоят четыре стихии. Это, соответственно, воздушная, водная, огненная и земная стихии. Стихия мечей, воздух. Это быстрая смена событий. Все, что связано с мыслью, с тем, что и как мы говорим, пишем, а также со знакомствами, общением, речью, обучением, языками. Все, что связано с коммуникацией. Что такое чаши? Это водная стихия. Вода — это эмоции, смена настроений, любовь, дружба. Это переживание, очарование и разочарование, творчество и вдохновение. Жезлы — это огненная стихия. Это знак того, что у человека ждет быстрая смена событий. Что-то произойдет и произойдет быстро, если у вас выпало много жезлов. Жезлы означают активные действия, спорт, работу, бизнес, поездки, а также все, что связано с транспортом. Автомобили, поезда, самолеты. Все, что требуется для обеспечения скорости движения или действия. Пентакли — это земная стихия. Самая медленная из стихий. Это все, что связано с деньгами, финансами, заработками, покупками, ценностями и недвижимостью. Самая большая ценность — это здоровье. Понятно, что стихии в самом широком смысле — это сферы нашей жизни. Мы коснемся всех сфер человеческой жизни, не упуская ничего важного. Высшие арканы. Смотрите приложение номер один. Дурак. Карта нулевая. Знак зодиака — водолей. Планета-управитель — уран. Стихия — воздух. Мы начинаем свое захватывающее путешествие в мир карт Таро. Перед нами нулевая карта, которая называется «Дурак» или «Шут», а иногда «Глупец». Напомню, что у нас 22 высших аркана, а в австрологии 12 знаков зодиака и 10 планет. То есть каждый высший аркан соотносится напрямую либо с планетой, либо со знаком зодиака. «Дурак» соотносится с планетой Уран, а Уран — это планета всего нового, планета неожиданностей, новых технологий, планета крутого поворота событий, того, чего еще не было. Перед нами нулевая карта, и мы можем в самом общем смысле прочитать ее так. С легким сердцем все надо обнулить, начинать с нуля. Посмотрите, что изображено на карте. Человек идет с маленькой котомкой, он ничего за собой не тащит, он ни к чему не привязан, он свободен. В самом общем смысле «Дурак» — это карта риска, свободы, когда ты идешь налегке и не видишь, что там будет дальше. Это карта неизвестности или чего-то такого, что вы раньше не делали. Это момент жизни между прошлым и будущим. Это карта неожиданности, сюрприза, невероятных возможностей. Это абсолютно новые знания, то, что вы раньше не изучали, то, чем вы можете удивить окружающих. Например, вы пошли учить арабский язык, записались на курсы астрологии или решили узнать все о Таро. Если в вопросе речь идет о профессиональной деятельности, то это карта айтишников, программистов, новых технологий и криптовалюты, того, что многие еще не понимают. Уран в том числе отвечает за авиацию, электрику, метеорологию и астрологию. Речь может идти о человеке необычной профессии, например, об астрологе, а может быть, это будет фрилансер. Фриланс — это тоже что-то новое и нестабильное. Это же не зарплата. Фрилансер никогда не знает, сколько заработает. Уран — это телевидение, радиожурналистика, все, что связано с эфиром, а также социальными сетями. Уран — планета интернета, блогеров, веб-дизайнеров, всех тех, кто работает в интернете. А также уран — это иностранные языки и путешествия. Когда задают вопрос, так это хорошая карта или нет, то как посмотреть? Если вы любите приключения, если вы хотите эмигрировать в другую страну, выучить другой язык, если вы интересуетесь чем-то новым в профессии, то для вас это суперкарта. А если вы очень консервативный человек, не любите перемены, если вы боитесь всего нового, то для вас это плохая карта. Например, вы вытащили карту дня «Дурак». Приходите на работу, а начальник говорит, что вам на компьютер установили новую программу и вам нужно ее срочно изучить. Вы в ужасе, для вас это большая неприятность. Придется сидеть днями и ночами, начинать с чистого листа, начинать с нуля. Карта «Дурак» может означать и приглашение в какой-то новый проект или на работу, которую вы раньше не делали, и вообще в этой сфере раньше ничем не занимались. А может быть, что-то подтолкнет вас начать бизнес, о котором вы раньше ничего не знали. Или вдруг вы решите попробовать себя в какой-то абсолютно новой для вас сфере. Если вы хотите узнать про результаты этих начинаний, то это второй вопрос. Нужно вытаскивать следующую карту. Это могут быть замечательные начинания, а могут быть и пустые хлопоты. Про это скажет следующая карта. Если вопрос задан про финансовую ситуацию, пришла клиентка, у которой плохо идет бизнес, и она спрашивает, закрывать мне бизнес или взять кредит и вложить еще денег, чтобы как-то поднять этот бизнес. Какой ваш ответ по этой карте? Закрывать. Эта карта не возврата в прошлое, а карта, советующая оставить старое и идти в новое, может быть, в новую сферу, обнулить предыдущие планы. Здесь поговорим немного об этике гадания. Когда мы проходили эту карту, на вебинаре меня спросили, корректно ли людям говорить, что делать. Но они же пришли к вам задавать вопросы. Вы же не можете молчать. Я никогда не говорю, вам нужно делать то и то. Я показываю карту и говорю, вот эта карта, которая выпала, означает новая. Даже если сейчас вы потеряете, по нулям закроете этот бизнес, вам лучше двигаться вперед, решать, конечно, вам, но я бы вас предостерегла брать кредиты и вкладывать их в этот бизнес. Вот так я разговариваю с людьми, когда показываю карту. Иногда люди настолько понимают карты, что говорят, карта даже похожа на меня или этот персонаж похож на моего партнера. Да, дурак – это непростая карта. По этой карте может быть закрытие бизнеса или увольнение с работы. Вы пришли на работу, а вам сказали, собирай свои монатки и уходи. Но несмотря на такой поворот событий, можно в целом считать эту карту положительной, хотя тут многое зависит от индивидуального мировосприятия. У кого-то стакан наполовину пуст, а у кого-то наполовину полон. Да, вы ушли с работы или закрыли неприбыльный бизнес, но вы свободны, открыты для новых возможностей. По этой карте человека прошлое уже не интересует, а будущее еще неизвестно. В каком-то смысле это точная характеристика эмиграции. Вас может ждать переезд в какую-то страну, где вы попадете в совершенно незнакомое место, новый город, незнакомый коллектив, где совсем другие убеждения, другой менталитет. Для вас это все незнакомо, для вас это все сюрприз. В плане личных отношений карта дурак также обозначает все неожиданное и нетрадиционное. Брак с иностранцем, брак с мужчиной, который намного младше, с женщиной, которая старше, гей-брак. Эта карта также пророчит незапланированных детей, неожиданную беременность, беременность как сюрприз, беременность через ЭКО. Если вам задали вопрос «Опишите моего будущего партнера», то карта может обозначать характер человека. По карте «Дурак» мы можем сказать, что этот человек молод душой, может быть несерьезным, как ребенок, может быть искренним, но несколько инфантильным, может не хотеть вступать в брак. Он будет веселым, легким на подъем, беззаботным, свободолюбивым, не стремящимся брать на себя ответственность. Не надо обязательно считать, что по карте «Дурак» придет человек не для серьезных отношений. Это может быть иностранец, человек с большой разницей в возрасте или гей. Или, если вы хотите длительных отношений, то это может быть гражданский брак. А может быть, карта предвещает что-то нестандартное, например, разные национальности. Он узбек, вы из Молдовы. Может быть, ваш суженый айтишник или летчик, ведь карта еще может и на профессию указать. «Как мой новый друг будет вести себя в отношениях?» Спрашивает девушка, которая недавно познакомилась с парнем. Ей в ответ на ее вопрос выпадает карта «Дурак». Несерьезно, легкомысленно. У него пока нет планов жениться или съезжаться и жить вместе. Еще вопрос. «Дайте, пожалуйста, характеристику моему будущему мужу». По карте «Дурак» мы можем дать такую характеристику человека. Веселый, легкий на подъем, как ребенок. Скорее всего, младше. Возможно, это будет иностранец, а может быть, это будет программист или фрилансер, а может быть, младше по возрасту, а может быть, водолей по знаку зодиака. Вот вам описание человека или описание его характера по карте. Можно, девушки, перечислить все особые приметы суженого. Интересно, что порой выпадает карта «Сигнификатор». Так бывает, когда нам задают вопрос типа «Мой сын такой несерьезный, бросил учебу, посмотрите, восстановится он в университет или нет?» Если выпадает карта «Дурак» по описанию, которая мне дала клиентка, то, скорее всего, карты дают мне знать, что им все понятно. Вот, дескать, он, этот человек. Такая карта — это сигнификатор этого человека, и тогда надо вытаскивать карты дальше. Если вопрос клиента звучит так «Возобновятся ли отношения или нет?» То, как вы думаете, какой ответ по этой карте? Нет. Человек уходит. Он уходит в никуда. Он даже не знает, куда он уходит. «Дурак» — это не карта возврата к старому. Этот человек уходит, и он уже думает о будущем. «Дурак» — это карта будущего, потому что уран, который у нас ассоциируется с этой картой, это планета будущего, путь к новому. Меня спросили на вебинаре, «Так карта говорит «да» или «нет»?» Смотря какой вопрос. Например, такой вопрос. «Отсужу ли я у мужа дом при разводе?» Какой здесь ответ? Нет, не отсудите. Смотрите на карту. Человек уходит налегке, ни с чем. Или вопрос «Возвращаться ли к бывшему или нет?» Нет, не возвращаться. Ключевое слово здесь «свобода». Другой вопрос. «Переезжать мне жить за границу?» Ответ «да». Замечу, что на карте всегда могут быть разные символы и рисунки. На карте «Дурак» — это цветочек, котомка и собака. Символы редко проигрываются в раскладах. Но про собаку лично мне запомнилось. Женщина гадала на ребёнка, и выпадали карты Пентакли и карты денег. Мы не могли понять, почему ребёнок и деньги. Перебрали все варианты. Женщина говорила, что они не собираются ничего оплачивать или тратить. В результате карта проигралась так. Ребёнка укусила собака. Но так как собака была застрахована, им выплатили большую компенсацию. Девочка при этом серьёзно не пострадала. Символически собака может означать друга, который помогает, предостерегает или даёт советы. Иногда карты могут проигрываться буквально, но это редко, поэтому чаще всего про символы на картах можно сказать так. Собака лает, караван идёт.